Боже милости, будь ко мне грешным. Господи, ты помилуй меня, умерь с честным, Господи, прости меня грешным, помилуй. Нам, люди, всегда прославляй Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блажен и порока. Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херубима, и большего прославления, чем Серафима, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. И ныне и всегда слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божией молитвы для Твоей Матери, силой честнагового и вторящего Катери, и Святого Ангела Моего Хранителя, и всех Радиц, помилуй и спаси меня грешного, потому что Тебя человека любит. Царь Небесный, утешитель, дух истины, вездесущий, весь мир наполняет источник благ и подобных жизней, предель в сервисе нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие наши души. Святые Божия, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Присоточься, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святой и исцели немощи на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твое, в земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай на день. Грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, не едино, но избах нас. Встал после сна, скопанкаем благи и ангельскую песню, сглашаем Тебе сирией. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и куста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородица, помилуй нас. И ныне, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликнем в полночь, свят, 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 Боже, молитвы, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и все, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица. Что по великой Твоей мере и долготерпению, Ты, Боже, не прогнился на меня ленивой игре. И не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву. И прославить могущество Твое, и не програти мои мысли, чтобы не получаться словом. И разумевать заповеди Твои. И исполнять вовремя и открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать святейшее имя Твое, Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу. Тот, кто ходит непорочно и делает правду. Микрофон не включили. Четырнадцатый Псалом. Что? Господи, кто может пребывать в жилище Твое? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Кто не клевещет языком Своим, не делает искренне своему зла, и не принимает поношения на ближнего Своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивню Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут Богу чужому. Я не воздаю кровавых возлияния их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего, и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он, одеснуя меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в ваде, и не дашь святому Твоему увидеть ление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости и при лицом Твоим, блаженства в деснице Твоего вели. Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу из уст не лживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи Твоей на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступает уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Я в единую милость Твою спаситель уплывающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечтивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили истоки в своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не изложить меня на землю. Они подобно льву, жаждущему добычи, подобно скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не изложи их. Избавь души мою от нечестивым мечом Твоим, от людей, рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из закроющих Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям Своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресне во веки веков они. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресной во веки веков Аминь Боже, я, что в Айдай никогда не делал ничего доброго Твоя изба в меня шла, и пусть будет вам воля Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста И хвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и Всегда и во веки веков Аминь Восстав от вас, среди ночи, приношу Тебе песни спаси И преподая к стопам Твоим Вызываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной сне Но сжалься надо мною добровольно распянусь Скоро подними меня, беспечно лежащий И спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве И после сна ночного пошли мне явственный безгреховный день И Христи Божий И спаси Владыка, человеколюбче, встал после сна и спешу к Тебе И по милосердию Твоему, за угодные Тебе дела Помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого злобиявского искушения И спаси меня и вели в царство Твое вечное Ибо я, Борец и источник и податель всякого блага На Тебя вся моя надежда И я возношу Твоему ныне и всегда и во веки веков Аминь Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему Ты дал мне работу Ему Прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла Ты, Котворец Всего Сущего Удостоин меня, пресвете Твоей, искченым сердцем Исполни волю ныне и всегда и во веки веков Господи, Сидержители, воли сил бесплотных всякой плоти На высотах небесных живущей, озирающей Наблюдающей сердца и помыслы Ясноведующей тайны человеческие Безначальный, вечный и неизменный свет Который не оставляет затененного медленного пути Ты Сам, Бессмертный Царь, прими молитв Который мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего Твоих нечистых уст И прости нам прегрешения наши, совершенные нам словом и мыслью, вольно и невольно И очисти нас от всякой нечистоты и духа И даруя нам с бодрствующим сердцем И мысль прожить всю неземную жизнь Когда и наступление светлого и славного дня второго пришествия Единородного Творца Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Когда общий судья придет со славой воздать как план его Да не найдет он нас лежащими и сонными Но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его И готовы войти с ним в радость и божественный чертог Для непрестанной голоса твующих И не выразивающих несказанную красоту лица Твоего Ибо Ты истинный свет просвещающий освещает мир И Тебя воспевает все утворения в веки вечны Аминь Поставленный блестанную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержанность мою Не дай возможности злому демону Починить меня себе посмертного тела Возьми крепко несчастную И опусти мою И выведи меня на путь спорта О святой ангел Божий Храните Пьятые мои души и тела Прости мне все Чем я расколбил Тебя во все дни жизни моей Если я не жил в прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогневать Бог Никаким грехом И молись Господу Чтобы Он Утвердил меня в страхе своем И садил меня рабом До своей милости Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородяга Светлими Твоими И всесильными мольбами Отгони от меня ничтожного Несчастного рабата Уныния Забвения Неразумия Нерадения И все скверные Лугавые и хуйные Помышления От несчастного Моего сердца И от полного Ума моего И погаси Пламень страстей Моих Ибо я нищий Слав Славь меня от многих Купительных воспоминаний Намерений Пари от всякого Злого воздействия Ибо Ты Благословен От всех родов И Твое Пречестное Имя славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божие Игнатий Владимир Стас Анатолий Виталий Георгий Дмитрий Сергий Ольга Елена О Северный К вам Примегаем Как Скорым Помощником И молитвенником О душах Наших Богородица Дело Радуйся Благодаря Мария Господь С Тобой Благословен Ты Между женами И благословен Плоть Чрева Твоего Ибо Ты Спаситель Душ Наши Спаси Господи Людей Ты Принадлежащих Тебе Помогая Православным Христианам Побеждать Врагов Сохраняя Силы Креста Твоего Церковь Твою Спаси Господи Помилуй Отца Его Духовного Игнатия Путешествующего Батюшку Якима Возврати В мире Спаси Господи Помилуй Родителей Братьев Сестер Родственников Ночных Богодетелей И всех Ближних Моих И друзей И всех Христиан Подаем Твои Земные Небесные Блага Не Лиши Их Милости Твоих Посид Силы Твои Дары Им Здравия Спаси Ней Души Ибо Ты Благ И любишь Людей Аминь Господи Души Усопших Робов Твоих Родителей Моих Родственников Благодетелей И всех Православных Христиан Прости Все Грехи Вольные И невольные И даруем Царствие Небесное Это имя Упокой Христе Душа Робов Твоих Православ Отцов И братьев Наших Там Где нет Ни болезней Ни печалей И душе Отцов Жизнь Бесконечная А истину Достойно Прославлят Я Как Богородица Всегда Блажей Рочной Матери Нашего Бога Мы Величаем Истинную Богородицу Родившую Безболезнь Бог Достойно Большей Почи Любимых И Несравненно Славнейшую Нежели Серафимов Слава Отцу Сыну Святому Дух И ныне И во веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молит Ради Пречистой Твоей Матери Преподобная Богоносных Отцов Наших И всех Святых Помилуй Аминь Боже Наш Милостивый Небесный Отец Милый Детей Наших За которых Мы Смиренно Молим Тебя И которых Предадим В печенье Защиту Вложи В веру Научи Благоговетель Стоит Крест Любить Тебя Нашего Создателя И Спасителя Направь Их Божий На Путь Истинной Добра Чтобы Они Все Делали Во славу Твоего И Научи Благочестиво Добрительное Жить Быть Добрыми Христианами Полезными Людни Успех Трудах Избав Их От Хитрых Кознень Деялов Соблазнов От Скверных Страстей От Всяких Неч Порядочных Людей Твоего Сына Господа Нашего Иисуса Христа Помолит Вого Пречистая Матерь Ты Приведи Их Тихо Вечного Царства Чтобы Они Вместе Со Всеми Праведными Всегда Благодарили Тебя Твоим Сыном И Житворящим Твоим Духом Аминь Господи Боже Наш И Наш Не Спошли На Них Духа Премудрости Разума И Благодаря Просвети Их Светом Твоего Благоразумия Чтобы Они Скоро Уразумели Усвоили Изучие Предметы Употребили Их На Блага Твоей Церкви На Пользу Своё Спасение Потому Что Дочник Премудрости И Тебе Славу Возносим Всегда Ныне И Присно И Во Веки Веков День Молит Молит Спасибо Господи Господи Митрополита Илариона Епископа Ифтихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священария Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амаросия Владимир Засим Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Диакон Евгения Александра Каила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корниля Александра Диодора Митрополита Тихона Весь Священнический Иноческий Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И буддистам И нам Дающий Священника Если угодно Тебе Господи Смири Власти Воинств Твоих Навиди Страх Твой На них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Благое Благое Наши Селения Защити От пожара От воров От нечистой Силы И живущих Там Андрея Игоря Игоря Терапим Владимира Обратия Благослови Болящую Людмилу Любовь Алексея Иосифа Причи Добрых Жителей Любящих И знающих Уставы Твои Святые Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никит Ищадовик Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алексею Расширь Пределы Общими Сохрани Школу Спаси И помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Ездру Руссика Самире И Тимур Дай Добрую Веру Дабы Не верила Же Пророкам И найдя Отступников Господи Коснись Сердце Устраши Устыди Михаила Николая Александра Юлия Максима Благослови Я от пьянства Избави Павла Михаила Андрея Владимира Александра И Игоря Путешествующих Посетей Болящих Илариона Кирилла Алексея Игоря Надежду Нина Мария Александра Валентина Валентину Татьяну Татьяну Людмилу Евгения Василиса Аминь 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 Господи Сохрани И защити Наше сокровище В интернете И воздай Добром Тем Кто помогает Нам там быть И трудящихся Игоря Юли Дмитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Благослови Господи Вячеслава Вячеслава Содружества Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас И обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонид Леонид Слава Тебе Божий Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Саваук Сядь земля Полнослава Его Аллилуйя Слава Выше Богу На земле Мир В Человеках Благоволение Благодарю Тебя Мам путешествия Николая Виктора Благослови Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Сергея Надежду Людмилу Аллилуйя Слава Слава Тебе Боже Боже Наш Слава Тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешен Благодарю Тебе Мой Ангел Сколько лет Ты хранил Защищая От видимых И невидимых Опасностей Прошу Тебя Мой Добрый Ангел Не покинь И в смертный Час Когда душа Будет Разрушаться От тела И проведи Душу Мой Помытарством И введя Навеки Вещи Царства Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Мужчина Господи Житель Бедности Имея Пропитание Одежды Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать И во всем Быть Экономным Чтоб Было Еще Уделить Нуждающимся Слава Тебе Боже Наш Святитель Христов Никола Мирлики Слыши Дотворец Моли Бога О нас Моли Бога О нас Святые Пророки Божии Илья Елисей Нох Моисей Самуила Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриарх Ездрани Емми Амос Наум Иссай Иеремей Варух Изак Иосиф Иося Ио Иль Агей Сапон Захар Давид Нафан Данил Отрок И пророк Михей Абрам Исай Иак Да исполнит Господь Духом Пророческим Церков Свою Дабы День Прихода Твоего Нашего Отшествия Не засталось Неготовыми Но чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых дел Соделан В Духе Святом С любовью Аллилуйя Слава Тебе Боже Наша Молите Бога О нас Святые Ангелы Архангелы Хуровим И Серафим И все Небесные Силы Христовы Божьи Предстоящие Святые Апостолы Петр Павел Евангелисты Матфея Марк Лукая Молите Бога О нас Святые Мущенки Мущенницы Игнати Богоносец Поликарп Смельский Устин Килосов Космая Дамиан Андрей Стратилат Иерон Мущенник Климент Римский Климент Анкирский Анфим Никамедийский Георгий Победоносец Пантелеим 40 святых Мущенников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Заним Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Да укрепи Господь Народ Собой Дабы Никто Не принял Начертания Зверя Антихриста Анфиму Вениамину Дай веру Старше Родителей За такое Воспитание Молите Бога О нас Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоуст Афанасий Великий Крем Сири Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнилий Ил Сергий Радонский Степан Пермский Серапим Старовский Ян Тобольский Ян Караштадский Ян Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский И Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Добыть Через нас Распространялась Истинно Православной Церкви Толкование Священного Писания Укрепи Нас Верий Православный Господи Не слушать Врагов Церкви А замысли Ретиков Разрушив Ничто Преврати Разбей Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фёкла Первомущеница Фатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прескина Акила Адроника Юлия Кипряна Истина Но Сохранит Над Господь Святой Православной Верен Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Господи Украти Не покорився Галина Семейства Евгения Надежда Людмила И Анна И Прими Нашу Молитву Господи И воздияния Рук Как жертву Вечернюю Благоуханию Приятной Перед Престолом Благодати Твоей Владыка И Соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящих Тебе Боже На небе И на земле Господи Боже Живущий Всевышний Умоляем Тебе Господи Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа Услыши Наши Молитвы О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И дослышит Раб Твой Оллилуйя доброе утро всем что-то прерывалась от то что стиль гей считал я не знаю как у других но у нас так скачками то слышно то нет у меня нормально вчера и у меня также невозможно было георгию тебя нормально сегодня нормально вчера плохо было до звук скакал так если звук скачет то тогда наверное начитка такая будет никуда лишь на через интернет может быть перезайти сергей давай перезайду а 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 о а м а Совер перебит. Совер перебит. Совер перебит. Совер перебит. Слышно. Слышно. Господи, благослови не допускать ошибок, прыгнуть со мной, руководи языком моим. Дай внимания. Погромче надо. Словер перебит. Сейчас перезагружусь, еще раз попробую, если будет выбивать так же. Словер перезагрузит компьютер все. Лена, там остатки тем, какие еще покороче вопросы. Если ты не глядела, я бы взяла. Словер перебит. Словер перебит. Словер перебит. Словер перебит. Словер перебит. Словер перебит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Текста нет. Аминь. Я тебе обиду. Вижу. Все, вижу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови. Книга «Русская православная церковь. Том 10. Вопрос 2348». Священник из Лос-Анджелеса в зарубежье, отец Александр Лебедев, призывает к соединению с московской патриархией без всяких условий. Не хотели бы ему ответить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наш батюшка, отец Нафанаил, судник, уже ответил ему «Я могу только сказать Аминь» и добавить места Писания на эту отповедь. Телефон 2397. Отец Александр, в течение того времени, когда церковь России была порабощена и находилась под почти полным контролем богоборческой советской власти, не имея возможности говорить о настоящем положении, и даже в действительности умалчивая преследование церкви от рук коммунистических властей, «Безусловно, на русскую православную церковь за границей легла обязанность это высказываться, быть единственным свободным голосом русской церкви, неуклонно свидетельствуя о подвигах новомучеников и исповедей российских». Судников, а там Лебедев. Судников, Лебедев, так будет попеременно. Вот, вот, вот. Я и хотел так вот, Сергей, сказать. Не Судников, это не Судников, а Судников. Все правильно. Да, да, да. Судников. Да, да. Можно это еще сначала? Сергей, можно еще сначала вот так вот, ну, как бы, если вы, ну, если вам это не трудно будет? Кто это говорит? Ни фотографии, ни отписи нету. Кто? Это Ким, Ким. Здравствуйте. Тут нельзя разговаривать, а только на занятиях. Полная масса. Я вас понял, Я вас понял, Игнатий Техович, извините. Судников, задача... Что сегодня, Господи, по-моему. Судников, задачей РПЦЗ было только свидетельствовать о подвигах новомучеников, о которых даже в действительности умалчивала московская патриархия. Но главной задачей РПЦЗ было сохранение себя истинной православной церковью, чуждой всякой ереси и лжи. Лебедев Сейчас обстановка в корне изменилась. Русская церковь свободна в своей деятельности, издается духовная литература, открываются семинарии, мужские и женские монастыри, строятся и реставрируются церкви, строятся церковные школы и так далее. Церковь теперь открыто говорит о тяжелых временах гонений от советской власти. Строятся большие храмы, посоветованные новомученикам и исповедникам российским. Во всех храмах находятся их иконы, и особенно иконы священномучеников царственных, мучеников Николая II и его семьи. Судников На главных руководящих должностях до сих пор остаются те, кто в свое время под страхом изгнанных из церкви запрещали молиться и Иоанну Кронштадтскому, и патриарху Тихону, и тем более царственным мученикам, называя их антисоветчиками. И служба 25 октября Благодарственный молебен Лебедев Как можно говорить, что ничего не изменилось? Это не потемкинские деревни для одурачивания туристов, не просто золочения куполов. Это действительно религиозное возрождение огромной важности. И мы должны задаться вопросом, хотим быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет. Судников Путает духовное возрождение с возрождением церковной архитектуры и прочей церковной атрибутики. Очень замечательно, что люди начинают приходить к исповеди и к церковным таинствам. Но скажу то, чего, может быть, не знает отец Александр. Подавляющее число священников московской патриархии никогда не читало книгу правил. Очень часто они допускают к причастию людей, живущих в смертных грехах. Это не один или два случая. Это повсеместно. Лебеди. И мы должны задаться вопросом, хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет. Судников Хотим мы этого или не хотим, РПЦЗ оказывала все эти годы огромное влияние на духовную жизнь в России. Даже если этого не хотят признавать некоторые. Одно то, что основной катехизаторской книгой в России стал закон Божий, протеерея Серафима Слободского, по которому принимали даже вступительные экзамены в духовные семинарии, О многом говорит, огромную роль сыграла принципиальная позиция русско-православной церкви за границей по отношению к экуменизму. Благодаря этому в широких церковных массах в МП отношение к этому отрицательное. И сейчас некоторые члены МП, услышав, что готовится соединение с РПЦЗ, сукоризно замечают, да как же вы с нашими соединяться будете, они же насквозь экуменисты. Лебедев говорят, что мы должны требовать покаяния со стороны духовенства и мирян Московского Патриархата. Можно задать вопрос, где в Священном Писании или изречениях Господа нашего Иисуса или вообще в Церкви говорится, что мы, христиане, имеем право требовать покаяния от кого бы то ни было, кроме самих себя, судников. Опять путается батюшка. Мы должны не требовать покаяния от кого бы то ни было, должны просто твердо стоять на том, что евхаристическое общение возможно только в том случае, если наше понимание Священного Писания и канона в Церкви в основном одинаковое. Вот здесь и возникает главная проблема. Можно допустить, что отношение к канонам у отца Александра и у большинства епископата М.П. одинаково. Тогда ему надо просто вступить с ними в ухаристическое общение, перейти в их юрисдикцию. Но у большинства священников РПЦЗ понимание канона в Церкви значительно разнипание таковых духовенством М.П. Конечно, есть нарушения и в РПЦЗ, хотя и в меньших масштабах. Но в этом надо каяться и справляться, показывая пример в покаянии и взаимно раскаившись, соединяться, а не торопиться с теми, у кого преступлений еще больше. Далее отец Александр в мысли. Перед подвигом патриарха Сергия преклонялись некоторые иерархи РПЦЗ и, оперируя некоторыми документами, пытаются сказать, что РПЦЗ лишь часть русской церкви, читая Московской патриархии. На это можно собрать гораздо больше высказываний о патриархии Сергии, как о предателе в церкви иерархами РПЦЗ и катакомбными епископами. Добавьте сюда и проблему экуменизма, которая возникла в 60-е годы, или ересь причиной для законного отделения. Что же касается, цитата, исторического курса РПЦЗ, не встречаются ни в Писании, ни в канонах такие слова. Этот курс мог быть ошибочным позавчера, вчера, может быть ошибочным сегодня и завтра, а вот исторический курс Христовой быть ошибочным никак не может. И выражается он кратко, быть версту, угождать не миру, в чьем бы то ни было лице, власти, иерархии, прихожан, общественного и церковного мнения, а угождать Богу. Будь верен до смерти и до венец жизни. Откровение 2.10. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3.11. Поблюдается замечательное духовное возрождение, чему я сам свидетель судников. Ой, батюшка, не были вы к московской патриархии, не рассылал вам епископ циркулярных писем с угрозами запрещения на бесплатное исполнение церковных требов, не участвовали вы в поповских попойках, не грозил вам В том-то и беда, что сейчас состояние русско-православной церкви другого. Инаковое, кое в чем оно может показать образец верности Христу и учению церкви. А после объединения вы чем отличаться для тех, по-настоящему ищущих и верующих прихожан, о которых вы пишете. В том-то и беда, что есть массы народа с живым религиозным духовенством, но нет по-настоящему православного духовенства, способного сделать этих людей не просто религиозными, даже самоответственными, а православно-религиозными, бескомпромиссно преданными Христу, любящими Бога и правду. Большинство духовенства московской патриархии, к сожалению, учит, что можно и солгать для пользы дела, учит путям компромисса между Богом и миром. Выбор прост. Хотите ли вы быть вместе с верующим русским народом и русской церковью? Или нет? С любовью и уважением ко всем, кто любит нашу церковь, протеерей Александр Лебедев. Судников. Несмотря на недостатки РПЦЗ, все-таки есть разница с приходами МП. Уж поверьте, нам известны сотни приходов и священников МП. А для чего вы хотите соединиться? Вы из Калифорнии будете на службы в Россию летать? Или, молясь за патриарха Алексея, ближе к Богу и к русскому народу? Быть ближе к русскому народу. Приезжайте в Россию, посидевайтесь, начните проповедовать. Вы будете ближе к русскому народу. Благодаря большинству, которого, к сожалению, не знает и не хочет знать Бога истинного. Но может через вас, хоть некоторые, православными христианами. Хотите быть ближе к Богу? Соблюдайте строго каноны церкви. На столе, не имея никакого общения с ересью экуменизма и с грязной церковной политикой лжи и притворства во имя, цитата, спасения церкви. Вот тогда вокруг вас может истинное духовное возрождение. А через евхаристическое общение с духовской патриархией вынес... Ячь перервалась, написано. Сейчас я выключу, наверное, тут все равно ничего не слышно.